Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я напомню, что Вайкуля летом собирается провести свой первый фестиваль Лайма Рандеву Юрмала. Билеты стоят до 330 евро. Дешевое удовольствие. Вы знаете, дело все в том, что там выступит достаточно большое количество так называемых звезд, которых раньше мы видели в России. Сейчас многие из них признаны странными агентами, кто-то не признан. Тем не менее, они собираются там выступить. И вот Лайма Вайкуля сделала заявление, наряду с тем, что от нее отвернулись уже даже многие друзья и знакомые, занесли ее в черные списки в телефон, они берут трубки после ее заявления. Тем не менее, она сделала заявление, что значительная часть средств от этого фестиваля пойдет на финансирование ВСУ. Иными словами, признанные Россией иностранные агенты или просто публичные личности, которые имеют бизнес, а вы знаете, что они все вкладывали деньги, понимают, что их певческая карьера может закончиться, или приезжают на корпоративы, станут спонсорами, по сути. Вот этого самого. Вообще, это, конечно, это на грани. Вот что пишут. Прибалтийская дива решила идти дальше. Она объявила, что часть вырученных в июле на своем авторском фестивале Лайма Рандеву Юрмала средств передаст в помощь ВСУ, говоря просто, будет спонсировать таких-то и таких-то. Значит, справедливости ради надо заметить, что когда-то сильный и престижный фестиваль теперь больше напоминает антироссийский шабаш. И подтвердили уже участие, внесенный в перечень физлиц и исполняющий функции странного агента на территории Российской Федерации с министром РФ Слепаков, внесенный в перечень физлиц и исполняющий функции странного агента на территории Российской Федерации с министром РФ Макаревич. Ну и, собственно говоря, ожидают там Панина, Сердючку, внесенного в перечень физлиц и исполняющий функции странного агента на территории Российской Федерации с министром РФ Галкина, Внесенную в перечень Слить выполняющих функций иностранного агента На территории РФ Зимфиру Планируется пригласить То есть это прям будет такой Капитальный антироссийский шабаш И мне просто интересно Вот Будут ли после этого сразу какие-то Заведены соответствующие дела На этих людей Иными словами они же будут участвовать в концерте Средства от которого пойдут на финансирование ВСЛ Вот сегодня Гудков, который участвует с Хабенским В постановке, как говорится Благотворительной поколения Маугли В МХТ Мничех Гудков узкий Выступает в Стамбуле, в Турции На концерте Средства от которого Идут на финансирование ВСЛ Вопрос, он может заехать обратно в страну И тем более участвовать с Хабенским В постановке в центре Москвы Друзья, что думаете На сей счет Пишите в комментариях С вами был Будда Гришна Подписывайтесь на канал, кому интересно Ссылочка в закрепленном комментарии В описании к видео для поддержки канала Кому нравятся мои ролики Можете поддержать канал Будда Гришна Успехов, здоровья Всем пока До встречи